Пуки-пуки-пуки-пуки-пуки-пуки Если человек что-то делает в жизни, допустим, да, вот, девушка, мальчик, идет к другому человеку, он значит так хочет, значит ему так лучше, и не нужно никого обвинять в этом. Это его жизнь, личная жизнь, понял, если у тебя есть жена, жена ушла к другому, это не повод, чтобы ее оскорблять или обвинять в этом, значит ей так лучше, понимаешь, это ее жизнь, и не нужно пытаться как-то этого человека сделать так, что это твоя собственность, понимаешь, это ее жизнь, это ее выбор. Зачем обвинять кого-то в его выборе, нужно просто смириться, если человек что-то сделал, значит ему так хотелось, значит это его выбор, да, ну хотел он так, пошла к другому или кто-то пошел к другой, значит так ему лучше. Я тоже женат, у меня двое детей, но нельзя к бабе относиться как к равному, она твоя баба, если ты к ней так относишься, она тебя перестанет уважать и будет ебаться с рокером, как у тебя пример, да я адм. Уважать свою женщину, это значит не следить за тем, куда она там и с кем ходит, а просто уважать ее и радовать ее, чтобы она рядом с тобой чувствовала себя лучше, чем со всеми остальными. Тогда у нее желания куда-то уйти не будет. Гля как защебетал каблук, ха-ха-ха-ха, это что ж получается, дед вернулся к разведенке с прицепом, тьфу бля, а потом на стримах рассказывает как баб надо ебать и кидать, попуск пожилой. О, твоя мать, попуск? Ралинка давала угла на хуя Рацкера и Рацкер барабанил своей балумбой по сисянам ралли. Ты на слабость. Есть такая пословица, пока рокер барабанит на барабане, пена барабанит уже кого-то другого. Другую, точнее. Ха-ха-ха-ха-ха.